Приходит время старства дяди Христа и никак не похоряются. Его нужно воспитывать в быдло Манкурта. Вчера, в воскресенье, по-моему, была передача Михалков. Интересно, он такую мысль искал. Хороший дядь поумный, я его позавлажал. Что он говорит? Коснулся этих пищерей, этих вертухвосток. Значит, кто судит, там не судит. И написали в защиту их аж 26 тысяч у нас таких, которые разделяют это хамство в России. Ну, видать, по интернету. И, значит, 103 человека, московские актеры, дети культуры, какие-то науки, обратились в органы юстиции. С тем же не судить их, отпустить, никакой вины, они нет материального ущерба. И этот говорит, Никита Михалков, а о каком материальном, вот когда тебе плюнут в лицо, ты можешь говорить, что тебе материальный ущерб какой-то. Они просто плюнули в душу русских людей вообще. Я бы их не судил, не хочу судить. Но я только одно хочу. Давайте мы их выпустим, привезем их к Стене Плача в Израиль. И скажем, сделайте то же самое, что вы сделали в России. А еще лучше, вот рядом мечеть Амара. Вот, давайте, туда завезем вас, и вы сделайте этот же молебен, если вы считаете молебеном, то же самое, вы вас распускаем, никаких вам мер, прещения, наказания не будет. Тогда посмотрим, говорит, мосульмане, исламисты, раз и навсегда показали всему миру, что будет, кто коснется их святым. Играйте, печь, ее не закроет, не спешите, вода будет все равно там. И вы знаете, мне понравился, вы знаете, ум-то-то дядька сказал. А ты давно уже говорила, было. Нет, вот только. А я слышал это месяца два назад. Когда меня спрашивают, я даю точный ответ, что нужно делать. Вы что-то говорите? А? Вы что говорите, советуете? Что делать? Да. Закрыть храм Христа на замок. Ну, почему? И все. Закрыть, и месяца три молись, а снаружи, как оскверненные, молись об освящении. Ну, это уже. Павел ввел трофем, увидели, и храм точно закрыли евреи. Просто и понятно. А уже суд будет решать. Не наше это дело. Судить кого-то и прочее, Бог не уберется. И на воле сегодня молиться. А народ всегда расположен к страдающим. И вы видите, весь народ обратится к церкви. Да. Лицом. А не то, что как патриарх вам сказал, против патриарха, это стояние, там это. Что же не против церкви, против патриарха. Против каких-то часов. Или за счетов. Чесы, да, видел. Ну, это все, знаете, нужен был повод, кстати, это тоже. Да, ну, повод. Постойить церковь с государством. Просто. Им нужно соединить. Поэтому нашли у патриарха там эти часы, там какие-то. Да, не в патриархе, не в президенте. Дело в том, что нужно столкнуть церковь с обществом. И они ищут поводы. Конечно, часы там эти какие-то дорогие. Общество, общество, церковь это разное. И не надо думать, что Бог сказал, идите в этот мир, и все будут овцы. Он говорит, посылай, как овец среди волков. Государство это волк. И оно обязано... Ему назначена роль такая. И мы должны нести спокойно то иго, которое Бог на нас возложил. А начиная теперь, надо там общество, что... Я отвечаю, очень просто. Сложиться вместе, собрать денег и купить большой амбарный замок. И храм Христа на замок. И сколько? Три месяца молиться возле. И вы увидите, а после надо ответить. А за то время... Понятно, это тоже, если так, конечно, сделать, то... Как это было... Вы возьмитесь, как? Неужели... Да, дядя, это мысльца хорошая. Сказать, как? Вот это осквердение аж на три месяца закрыли? Да. Да вы что? Да это что же? Это преступление. Вот тогда народ обратился. И поэтому преступление, их, говорится, дома задушит. Как и уши. Поэтому надо молиться, чтобы они были живы, никто их не трогал, они к Богу обратились. И это возможно только тем путем, который указан в Библии. Храм Христа спасительного замок. Где-то заходили, там в алтарях уже мочили, еще так и нет. Все храмы закрыть. И молиться три месяца снаружи. И Господь усмотрит. Я сейчас сюда дамил, а потом отсюда туда. Давай. Добавляй, добавляй, не бойся. Добавляй до конца. Не, наливать тоже неудобно с канистры уже. Давай. А что тут не понимать-то? Апостол Павел, когда на него закричали и храм закрыли, точно двери были заперся. Что он вел в храм Трофима? Добавляй, что он не осквернел. Ну да. Ну вот и все. Так, уходим. Помолимся давай. А у нас там, там, где монахинь выводили, а расстрелили прямо на этом месте источник. Его долго с города свалку возили, возили, а он из-под низу убивает и убивает. Так не могли его, его никак нельзя задержать. Он то на метр выше, то ниже. А сейчас большое расстрелки у Христа сделали из дерева. Я даже знаю наших членов общего дьявола, их не мой. Господи, благослови это место. Благословите, Идоких, Господи. Помни нам о древности этой же еди. Соделось, чтобы душа наша издевала добрую воду. Дух Святой источал мудро через достоверных Твоих. Ты позволил нам прибыть на это место и получить благословение от Тебя. Во всех наших делах Ты, Царствуй, чтобы Дух Святой вел нас в желаемой пристани Царствия Твоему. И при ближайшей встрече Ты сам устрой. Ты от страшных опасностей и трагедий избавил нас в пути. Благослови нас, как благословил выход, благослови ход и возвращение. Тебя, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы уходим, Дух. Уходим, огородно. Так, берите кто-нибудь. Каждый свое.